Постоянно откладывать поиски хорошей работы и просиживать на той, что тебя убивает, это как откладывать секс до пенсии, утверждает Уоррен Баффет. Деньги – это то, чего всегда не хватает. Вы только представьте, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы ежемесячно получали несколько сотен или тысяч долларов, при этом активно не работая. Хватит только мечтать, вот что я вам скажу. Ведь сегодня вы узнаете несколько способов, как реально заработать деньги, буквально таки, не вставая с дивана. Вы на канале «Заметки миллионера». Хотите получать больше полезных для вашего кошелька советов? Тогда жмите на кнопку «Подписаться». Пассивный доход – довольно спорная тема на просторах интернета. Немногие способны поверить в то, что заработать, ничего не делая, возможно. А те, кто верят, зачастую остаются обманутыми. Дабы не разбрасываться пустыми обещаниями о миллионных доходах, лучше разобрать реально прибыльные способы, информацию о которых многие умалчивают. Для начала стоит понять, какие виды пассивного заработка вообще существуют. Интеллектуальный. Прибыль с данного вида дохода приходит за счет созданного ранее интеллектуального продукта – книги, изобретения, видеоролики, песни и т.д. Автор впоследствии получает проценты и гонорары за проданные копии, а также за патент. Маркетинговый. Доход формируется, исходя из созданной маркетинговой сети, личного сайта или собственного бренда. Таким образом, подобный актив обеспечивает вас прибылью ежемесячно на определенную сумму. Инвестиционный или финансовый. Для создания данного вида пассивного дохода необходимо наличие стартового капитала. В дальнейшем эти средства нужно вложить в ценные бумаги, недвижимость или акции. После этого вы будете получать определенные проценты и дивиденды от выполненных вкладов. Конечно, самым популярным видом на сегодняшний день является именно инвестиционный вид пассивного заработка. Особенно инвестиции в криптовалюту. Репутация цифровой валюты достигает все новых высот, растет и доверие пользователей. Как прогнозируют специалисты, стоимость криптовалют будет расти. Однако возможны периоды застоя, когда позиции меняться не будут или время некритичного падения. Стоит учитывать и тот факт, что долгосрочные вложения от года приносят большую выгоду инвестору и практически никогда не прогорают. Тогда как при временном снижении котировок краткосрочные вложения окажутся совсем невыгодными. Итак, в долгосрочной перспективе при наличии довольно большой суммы денежных средств и инвестирования в криптовалюту совершенно точно окажутся выгодным решением. Огромным плюсом является то, что вам не нужно изучать тонны информации перед тем, как начать инвестировать. Достаточно лишь выбрать правильную платформу, коих сегодня бесчисленное множество. Такой для вас может стать DeFi-платформа Nimbus. Это целая экосистема из децентрализованных приложений, созданная еще в 2019 году, которую сейчас используют более 50 тысяч пользователей. В проекте Nimbus есть две монеты, приносящие участникам прибыль – utility token NBU и токен управления GNBU, которые уже вовсю торгуются на бирже Uniswap. Компания предлагает более 10 стратегий заработка, участие в IPO, финансирование стартапов, стекинг, криптоарбитражная торговля и другие. Сегодня остановимся на NBU-стекинге, как в виде пассивного дохода. Это когда вместо того, чтобы просто хранить криптовалюту в кошельке и ждать, пока ее рыночная цена вырастет, вы можете заставить ее работать за вознаграждение. Другими словами, заниматься стекингом. Почему это выгодно именно сейчас? Просто с 24 марта по 24 мая можно получить в 2, а то и в 3 раза больше наград за NBU-стекинг. То есть нынешние вознаграждения будут увеличены до 40%. С такими показателями APY, то есть годовой процентной доходностью, Nimbus входит в пятерку лучших DeFi-проектов с наиболее привлекательными условиями для стекинга. Это, конечно же, приведет к росту спроса на криптовалюту NBU, а значит и к росту цены монеты. Поэтому не упускайте возможность включиться в стекинг на наиболее выгодном этапе, чтобы заработать по максимуму. Ссылку на платформу Nimbus оставлю в описании. Привлекательными для многих могут стать и инвестиции в недвижимость. Вот только в нашей стране этот финансовый инструмент не всегда эффективен. Именно поэтому лучше обратить внимание на инвестиции в зарубежную недвижимость. О таком способе пассивного дохода знает не каждый. Стартовый капитал вложений зачастую отпугивает большинство людей. При этом такие вложения намного безопаснее и практичнее в долгосрочной перспективе. Накопив всего пару десятков долларов, вы можете начать инвестировать в зарубежные рейты или рейд ETF, которые по сути являются аналогом российских пифов недвижимости. Это так называемые инвестиционные фонды недвижимости. Среди плюсов – ежемесячные дивиденды в долларах, минимальный начальный капитал, возможность продать паи в любой момент, отсутствие проблем с арендаторами, ремонтом и эксплуатацией, высокая диверсификация, крайне низкие расходы на обслуживание. А перед тем, как продолжить, хочу попросить вас отблагодарить меня за проделанную работу. Тем более, что сделать это совсем не сложно, нужно всего лишь поставить лайк под этим видео. Если же слово «инвестиции» не привлекает вас, а только отталкивает, стоит рассмотреть и другие популярные способы пассивного заработка. Первый из них – собственное дело. Свой бизнес позволит не только получать стабильную прибыль, но и самореализоваться в выбранной отрасли. Но первые несколько лет потребуется работать на активный доход, чтобы в дальнейшем перевести его в пассивный. Перед открытием собственного дела необходимо определиться со сферой, в которой вы хотите работать. Выбранная область деятельности должна быть вам понятна и знакома. После выбора направления бизнеса нужно позаботиться о наличии стартового капитала и составить бизнес-план. Когда эти шаги выполнены, можно приступать непосредственно к реализации проекта. Наладить пассивный доход можно путем передачи своих обязанностей ответственному лицу. Таким образом, можно будет получать доходы, не прикладывая к этому никаких усилий. Но важно начинать переход к пассивному доходу только когда бизнес станет приносить стабильный заработок. Также важно грамотно выбирать человека, которому вы хотите передать свои полномочия. Да и сама компания должна работать как часы. Если идей для собственного дела нет, не беда, задумайтесь об альтернативе, а именно получении роялти от продажи франшизы. Данный способ получения пассивного дохода подходит для тех, кто владеет крупной известной компанией. Несмотря на то, что в этом случае не требуется стартовый капитал, потребуется до этого несколько лет активно работать. Для начала давайте разберемся, что такое франшиза. Это аренда малоизвестной компании бренда, слогана или торговой марки. С помощью франшизы организация может начать реализацию своей продукции от имени известной фирмы. Таким образом, начинающая компания привлекает потенциальных клиентов и, как следствие, обеспечивает себя прибылью. После продажи франшизы владелец будет получать роялти, то есть выплаты в размере, фиксированной в договоре суммы. Этот источник пассивного дохода однозначно будет приносить хорошие деньги. Однако для него вам необходимо владеть известным и раскрученным брендом. Если же вы не чувствуете себя бизнесменом, тогда попробуйте найти такого человека и просто вложитесь в его идею. Для использования этого источника дохода необходимо располагать крупным стартовым капиталом и иметь прибыльные активы. К слову, размер начисляемых вам процентов будет прямо пропорционален тем суммам, которые вы инвестируете в дело. Перед вкладыванием денег необходимо внимательно изучить бизнес-план компании, учесть все риски и периодически анализировать ее работу. Данные меры позволят вам не потерять свои деньги, а также снизить вероятность мошенничества. Из-за часто случающихся случаев банкротства организаций желательно не вкладывать все средства в одно дело. Намного надежнее и инвестировать одновременно в несколько проектов. Таким образом, риск потерять вложенные деньги сводится к минимуму. Друзья, пишите в комментариях, какую заветную сумму вы хотите заработать. Помните, что именно ваш коммент может оказаться в следующем ролике. Конечно, это еще не все существующие способы реального пассивного заработка. Но если вы действительно настроены увеличить ценность своего кошелька и в будущем забыть об активной работе, то пробуйте именно методы, названные сегодня. Да, это потребует определенной подготовки и времени, но результат вас в конечном итоге порадует. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Возможно, тема реального пассивного заработка будет интересна именно им. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые и полезные видео. С вами были заметки миллионера. Ты можешь стать богаче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok